МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он много и упорно трудился и много думал. Однако к этой теории есть вопросы. Народ интересуется. Во-первых, почему нет промежуточного звена между человеком и обезьяной? Останки древнего человека есть. Останки древней обезьяны тоже есть. А останков человека обезьяны нет. И во-вторых, даже если предположить, что человек однажды произошел от обезьяны, то почему этого не происходит с современными обезьянами? Например, с шимпанзе. Это существо исключительно умное и сообразительное. Умеет палкой сбивать плоды, раскалывать камнями кокосы. Они даже улыбаются, как люди. Однако эта обезьяна, как была обезьяной сотни тысяч лет назад, так и осталась. Даже окрас не изменился. Где же обещанная Дарвином эволюция? Все эти вопросы, которые без ответа и позволяют некоторым ученым утверждать, с историей происхождения человека что-то не так и выдвигать самые невероятные с точки зрения академической науки гипотезы появления на Земле человека. Сегодня в нашей программе вы увидите Сенсационная утечка секретной информации. Против кого США применили мать всех бомб? Они обнаружили там не прячущихся талибов, а гиганта. Рыжего шестипалого гиганта, ростом более трех метров и весом более 450 килограмм. Ледяной заговор молчания. Кого скрывает Антарктида? Обнаружены так называемые стазизные камеры, в которых находятся люди-гиганты огромных размеров. Новые находки скелетов-гигантов. Кто изучает эти невероятные кости? При раскопках котлована были найдены шесть саркофагов, где находились тела от 3,80 до 3,80 метров до 4,20 метров. Скрытое сокровище прошлой цивилизации. Где хранится оружие исполина? Наступает какое-то оцепенение, причем такое чувство, что на тебя кто-то пристально смотрит. 13 апреля 2017 года. Афганистан. Эти кадры мгновенно стали мировой сенсацией. С американского военного самолета сбрасывается бомба, несущая гигантский заряд. Почти 10 тонн мощнейшей взрывчатки. Это оружие признано самым мощным, за исключением атомного. И получило броское название «Мать всех бомб». Согласно официальной версии, американцы бомбили террористов, которые засели в подземных укрытиях. Однако подробности деталей операции не разглашались. Но вскоре ряд американских исследователей выступил сенсационным заявлением. По их версии, мишенью сверхмощных бомб были отнюдь не террористы, а представители подземной цивилизации гигантов. И самое страшное, война между человечеством и расой гигантов только начинается. Ведь главные силы расы гигантов ждут своего часа в специальных камерах, которые скрыты во льдах Антарктиды. 2005 год. Объявленный Америкой крестовый поход против террористов увяз в Афганистане. Один из главных врагов бравых американских вояк – религиозные фанатики из организации «Талибан». Террористы чаще всего плохо вооружены, однако на их стороне прекрасное знание местности. За умение прятаться американцы прозвали террористов «невидимками». Исчезать и неожиданно появляться им помогали подземные ходы. Именно эти туннели, в первую очередь, должен был обнаружить американский спецназ. Жители деревни клали еду и припасы у входа в пещеру, поэтому морпехи решили, что местные жители помогают «Талибану» – террористам, которые прятались в пещере. Но местные жители, которых удалось допросить, отказывались признаваться в связях с террористами. Они говорили, что в подземелье живет чудовище. Этого монстра они задабривают едой, чтобы он не нападал на людей. Американцы посчитали, что их дурачат, и решили устроить зачистку подозрительной пещеры. Американские спецназовцы пробрались в пещеру. Они обнаружили там не прячущихся талибов, а гиганта. Рыжего шестипалого гиганта, ростом более трех метров и весом более 450 килограмм. Они попытались захватить гиганта, а тот, очевидно, убил несколько военных. По крайней мере, одного точно до того, как умер сам. Исследователи Тимоти Альбериной, Стив Квейл – известные авторы книг и документальных фильмов, посвященных теме гигантов. Чтобы понять, существовал ли афганский гигант в реальности, или это всего лишь выдумка, они провели собственное расследование. Данные, которые им удалось добыть, просто невероятны. Мы знаем, что эта история произошла на самом деле, потому что мы брали интервью у пилота АЦ-130, который прибыл на базу «Баграм» в Афганистане. Он должен был привезти то, что, как ему сказали, являлось крайне ценным грузом. Он сел на авиабазе, приземлился в «Баграме» и увидел, что этим грузом являлся трёхметровый гигант. Что касается веса этого монстра, то пилот запомнил его с точностью до грамма. Всё дело в том, что все контейнеры, которые окажутся на борту, должны быть тщательно взвешены, чтобы избежать перегруза. Странное существо весило почти полтонны – 450 килограммов. После того, как пилот загрузил труп гиганта в АЦ-130, он прилетел в Катар. Он не знает, что случилось с телом гиганта после этого. Что случилось с телом этого гиганта, не знает никто. Зато установлено точно, что после этого случая была замечена удивительная активность американских военных в тех районах, где вряд ли нашёлся бы хоть один террорист. Там не было религиозных фанатиков. Зато были пещеры. Когда Америка скинула самую мощную бомбу на Афганистан, так называемую Моаб, это казалось уж слишком. Обычно военные используют такое оружие, когда есть опасность. Так вот, такое не могло остаться без обсуждений. Со мной где-то 40 человек говорили на эту тему. Вы знаете, они задавались вопросом о том, они нашли ли случаем военные подземные расположения титанов. Стив Квейл опросил десятки человек, чтобы докопаться до истины. Информация, полученная от военных, привела исследователя к поразительным выводам. Вот что интересно. Титаны действуют и думают, как пчёлы, как оказалось. Но я этого даже и не знал, пока мне не рассказали. У них групповое мышление. Поэтому я думаю, что сброс той бомбы уж точно не соответствует официальной версии, которой прикрывались военные. Поэтому вывод напрашивается о том, что что-то там было. Удар супербомбы должен был разрушить коммуникацию гигантов, заставить их выйти на поверхность. Однако вскоре выяснилось, что выкурить монстров из их убежища не так сложно. Намного труднее их убить. И что поразительно, они стреляли выше, вдвое выше, чем обычно. И из 40-миллиметрового противотанкового ружья снесли голову тому существу, в которого они стреляли. Это возвращает нас к библейским Давиду и Голиафу, поскольку Давид не просто сокрушил Голиафа камнем из прощи, когда его руку направлял Господь, он ещё отрезал Голиафу голову. Когда я говорил с военными и спецназа, они сказали, «Стив, недостаточно убить их, надо отрезать им голову, поскольку они наделены способностью спонтанной регенерации». Но зачем американцы решили устроить войну с гигантами, которые спокойно жили в подземельях и пока никого не трогали? Может быть, великаны представляли потенциальную угрозу? Или причина в ином? У американских исследователей есть шокирующая гипотеза. Определённо, есть проект по созданию суперсолдата, который тесно связан с генетическим материалом гигантов. И американские военные действительно обнаружили гигантов в разных частях земного шара. Древние греки считали, что именно в районе Чёрного моря живут великаны. Недаром их фантазия именно в Кавказские горы поместила титана Прометея. Современные исследования открывают всё новые и новые подтверждения того, что миф о черноморских титанах имеет под собой реальное основание. Таких же сведений очень много из Армении поступает, из Грузии. В принципе, вот в этом регионе, на Кавказе, видимо, такие гиганты достаточно плотно населяли, ну, допустим, там, более чем 2000 лет назад, потому что кости уже имеют такое окаменение, сами тела, они зачастую, в общем-то, мумифицированы, то есть остатки там волос, кожи остаётся на скелете. Вот, и в принципе, для исследования учёным-антропологам это было бы, конечно, большое открытие, но почему-то вот это всё скрывается. Биологи пришли к шокирующему выводу. Наша Земля становится настоящим пристанищем монстров. Долгое время считалось, что неведомые чудовища являются реликтовыми существами, дожившими до наших дней. Однако сегодня учёные считают, всё намного страшнее. Наша планета сама рождает чудовища, воплощая самые невероятные и шокирующие мутации. Для тех, кто ищет ответы на вопрос, что ждёт нашу планету в будущем, наша новая книга, новые угрозы 21 века. В ней новые факты, неизвестные ранее документы, сенсационные находки исследователей, прогнозы учёных, которые пока не вписываются в привычные представления об окружающем мире. Куда увозят гигантские кости? В раскопках котлована были найдены шесть саркофагов, где находились тела от 3,80 до 3,80 метров до 4,20 метров. Кто охраняет секреты великанов? Наступает какое-то оцепенение, причём такое чувство, что на тебя кто-то пристально смотрит. Премьера на РЕН-ТВ Учёные НАСА получили новые снимки с Марса, на которых можно различить череп динозавра. На Мальте под древним храмом найден лабиринт с останками 7 тысяч человек. Тайна массового суицида в Джонстауне. Почему 918 человек покончили жизнь самоубийством? Загадки человечества. Сегодня в 23.30 на РЕН-ТВ. Как уверяют независимые исследователи, именно Крым и Краснодарский край были настоящими заповедниками гигантов. Эта раса и построила каменные дольмены. Сами дольмены не такие уж большие сооружения, однако они сделаны из тяжелейших монолитных глыб. Для современной науки остаётся вопрос, как древним людям удалось затащить на гору такие монолиты, если, конечно, они не были великанами. Если дольмен найден где-то в труднодоступном месте, он запечатан, то приезжают некие бородатые дядечки из Москвы и заставляют нашедшего подписать подписку о неразглашении об этом дольмене или об этой находке. Такие случаи тоже бывают. Я общался с такими людьми, которые давали такую подписку. Недавно мне товарищ один написал, что вот в Карачаево-Черкесии буквально недавно экскаваторщик копал яму и перерубил случайно голову огромной змее, которая была под землёй. Вот он эту голову притащил домой, она была больше, чем коровья голова по размеру. Лидер одной из организаций, исследующих аномальные явления, Игорь Соколов, собирает всю информацию о великанах. Как утверждает, Соколов недавно возле черноморского села Просковеевка была сделана сенсационная находка. Об этом исследователю сообщила женщина, местный краевед. При раскопках котлована были найдены 6 саркофагов, где находились тела от 3,80 метров до 4,20 метров. Они были вскрыты, ей удалось их сфотографировать. Ночью прошёл сильный ливень, и вот этот сель, который сошёл с горы, в общем-то, закрыл полностью найденные саркофаги. Но их потом заново откопали, и на вертолёт их вывезли вместе с телами. Однако Краснодарский край – не единственный заповедник гигантов на территории нашей страны. Исследователь и путешественник Игорь Мачалов долгое время скептически относился к существованию великана. Всё изменилось, когда Игорь лично столкнулся с уникальным феноменом, объяснить которой можно только одним – великаны действительно существуют. Первым странное место обнаружил приятель Игоря. И как-то, значит, встречаемся мы вечером в лагере, у него глазища такие, значит, по… как блюдце, говорит, слушай, я, говорит, там такую вещь видел, вообще там такое странное место, пойдём посмотрим. Вот. И пошли мы, значит, на ту сопку, которую он указал, а впоследствии, я уже потом, как выяснил, значит, там не только, значит, следы пребывания тех великанов, но ещё и куча всего. Совершив непростое восхождение, Мачалов увидел странную инсталляцию, которая впоследствии получила название «Пикник великана». Представьте, семейная пара и трое детей. Пошли, ну, куда-нибудь в поход туристический, там, отдохнуть и так далее. Ну, разбили, значит, лагерь, сели перекусить, посидели там, посмотрели и ушли. И забыли после себя коврики, на которых сидят, ну, вот эти вот, которые не пропускают температуру, пенки, как мы их называем, маленькие. Исходя из размеров этих ковриков, исследователь сделал вывод, что предполагаемый рост этих доисторических туристов должен был составлять по меньшей мере три метра. Но, может быть, это всего лишь игра природы? Вскоре Игорь Мачалов нашёл подтверждение, что странные объекты, скорее всего, искусственного происхождения. Детские коврики сделаны из обработанного камня, частично гранит и частично, ну, я этот камень на Кольском полуострове встречал очень редко и в определённых местах, о которых я расскажу чуть позже. Как мне сказала женщина, значит, минеролог, это спрессованный песчаник. Откуда на Кольском полуострове спрессованный песчаник, да ещё наверху сопок, ну, я не знаю. Окончательно ответить на вопрос, кто же на самом деле создал эти странные объекты, смогло бы тщательное исследование в стационарных условиях лаборатории. Игорь Мачалов попытался взять один из образцов, но не тут-то было. И вот тут начались странности. Кто бы ни пытался это сделать, я это пытался сделать, это пытались сделать мои друзья, которых я туда приводил. Говорю, слушай, я даже не говорил, слушай, вот лежит вещь, возьми её. Не получал взять ни у кого. Вот наступает какое-то оцепенение, и причём такое чувство, что на тебя кто-то пристально смотрит. Новые исследования привели Игоря к удивительным открытиям. Оказывается, он был не первый, кто интересовался странными объектами. Неподалёку от пикника Великанав были обнаружены постройки, сделанные немцами. Этот район был оккупирован во время Второй мировой войны. Проведя собственное расследование, Игорь Мачалов обнаружил следы деятельности легендарной оккультной организации нацистов «Аненербе». Все слышали об этом исследовательском проекте нацистов. Наследие буквально перевод. И он включал многие сотни институтов исследовательских. Наиболее известный проект – это поиски Шамбалы. Причём уровень этого проекта можно охарактеризовать очень просто. Сказал, что его руководителем был Вернер фон Браун. Именно этому немецкому учёному и изобретателю удалось создать первую в истории баллистическую ракету. Его железное детище – ракеты V-1 и V-2 были беспрецедентными изобретениями для того времени. Два известных инженера-ракетостроителя, возможно, самых лучших в истории НАСА, доктор Вернер фон Браун и Герман Хубер, высказались о том, что есть только две технологии – наша и чужая. Немцы были не умнее, чем остальные европейские учёные, но они просто получили помощь с другой стороны. По мнению Стива Квейла, прорыв немецкой техники объясняется тем, что они нашли высокие технологии, принадлежавшие древней расе гигантов. И многие открытия немцы могли сделать именно на территории России. Вы видите уникальные фотографии, которые сделал Игорь Мачалов. Недалеко от так называемого пикника великанов построен мост из обработанного камня. Под непосредственно этим пикником то ли немцы, то ли кто-то до них сделали переправу на абсолютно ненужном, непонятном озере на ту сторону. Это, скажем так, каменная насыпь, хорошо утрамбованная. Немцы искали следы древней доисторической цивилизации. Но что представляют из себя эти артефакты? Этот меч, по преданиям, обладал особой магической силой. Он мог разить врага на расстоянии и в любом количестве. То есть никакой враг, даже вот орда врага не могла просто подойти к богатырю, который обладал этим мечом. То есть стоило ему провести один раз, и как целый вот близлежащий, так сказать, нападающий враг, там вот целый отряд мог просто быть повержен этим мечом. И вот, конечно, это интересный такой факт. Какой силой обладал этот меч, неизвестно. То есть, возможно, это было некое технологическое оружие. Речь идет о мифологическом мече Кладенце, который по преданию был передан Илье Муромцу, другим богатырём, Светогором. Интересно, что, согласно всем источникам, Светогор был исполинского роста. И есть случаи, когда люди находили мечи длиной от двух до трёх метров. Трёхметровые мечи? Каким же ростом должен быть воин, который фехтует подобным оружием? По одной из версий, один из таких мечей спрятан в Рязанской области, где находилась древняя столица Великого Рязанского княжества. В 1237 году она была уничтожена во время нашествия монголов. Русский Стоунхендж – это на месте впадения реки Прони, в Аку. Это было такое священное место, капище древнее, где стояли деревянные идолы, и, в общем-то, яма от них ещё до сих пор там находится. И вот, возможно, на этом месте как раз и был вот этот меч спрятан. А теперь внимание! 6 ноября впервые на нашем канале «Русские булки». Программа-провокация, в которой мы покажем, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, но может и в морду дать, если наглецы распоясались. Раскроем факты русской истории, которую по злому умыслу, а может, по скудоумию, так безжалостно переврали немецкие авторы наших учебников Миллер и Шлёпцев. Поговорим о том, почему севрюжина и ботвинья, и перепелиные шейки в брусничном соусе во времена Древней Руси были не высокими деликатесами, а просто едой. Покажем, как мы, современники восьмого айфона и рэпера Гнойного, запивая сладкой газировкой сосиску в булке, дожили почти до абсолютного бесплодия, когда и при запланированном-то сексе не передаётся даже инфекция. Внимание! Будет викторина победителя, ждёт путешествие в загадочный Аркаим. Итак, 6 ноября премьера проекта провокации «Русские булки». Понравится так, что за уши не оттянешь. Откуда на Земле взялись великаны? Гиганты не были доброй расой, сошедшей с небес. Это были очень злобные существа. Люди были их врагами. К чему стремилась раса исполинов? Ну, во-первых, у гигантов до потопа имелось высокоэнергетическое физическое оружие. Первыми проверить эту версию попробовали археологи из Анненербе. Именно они отправились искать это страшное орудие, которое и должно было обеспечить мировое господство. То есть Анненербе считалось, что это один из артефактов, которые могут помочь именно в мировом господстве. Наряду с копьём Лангина, также Святым Граалем и Ковчегом Завета, который они разыскивали на земле. И, в общем-то, немецкий фельдмаршал, который возглавлял группу армий «Центр», которая стояла как раз вот, ну, должна была захватить рязанские земли, в общем-то, отправил туда группу. Что именно произошло с исследовательской группой, до сих пор неизвестно. По одной из версий, она погибла или была переброшена на север. Ведь именно там, в Хибинах, в крупнейшем горном массиве на Кольском полуострове, и могла проживать раса великанов. По мнению Игоря Мочалова, одно из названий Хибин – это Святые Горы. Хибины, они уникальны чем? У них верхушки плоские, абсолютно, как стол. У них нет пиков, то есть по ним реально можно ходить. И вот такая вот произошла взаимосвязь. Хибины – Святые Горы, Святогор, Илья Муромец. То есть вот оно, то есть может это совпадение, может это прямое упоминание. Опять же, в самских легендах существует некий такой деятель по имени Куева, смешное название, великан, значит, отморозок, который бегал по этим Хибинам, значит, и всячески чудил, и всячески людям, значит, вредил. Удивительно, но след этого великана сохранился не только в легендах жителей Кольского полуострова Саамов. Даже сегодня каждый из нас может увидеть то, что осталось от этого великана. В итоге, значит, он добегался и допрыгался, разгребил богов, они его, значит, чем-то бахнули, и бахнули так, что, собственно, осталась от него тень, и, опять же, когда смотришь на эту скалу с изображением этого Куева, его называют еще пляшущий человечек. Под определенными углами такое ощущение складывается и при игре света, как будто он постоянно там пляшет. Боги тоже были великаны. После этой войны богов от Куева осталось только тень, как от жертв Хиросимы. Может быть, это последствия ядерного удара, но где тогда другие следы атомного воздействия? Например, оплавленные породы и остаточная радиация. Какое оружие? Ну, во-первых, у гигантов до потопа имелось высокоэнергетическое физическое оружие, как это записано в Махабхарате и в Рамаяне, которые являются индийскими ведическими текстами. Другими словами, это история индусов. Согласно сакральным ведическим текстам, боги и полубоги, которые тоже были гигантами, использовали уникальное оружие. Оно называлось Брахмастра. В Бхагавата Пуране говорится о том, описывается, как было приведено в действие Брахмастра. То есть, она была приведена в действие с помощью мантры. И мало того, что это вызвало ядерный взрыв, но эта реакция, она была еще и управляемая, кроме всего прочего. То есть, воин, который вызвал это действие, это Брахмаширас или Брахмастра, он мог управлять. Вот, он мог направить это оружие против своих врагов, мог же также остановить его. По версии ряда исследователей, Брахмастра представлена собой продолговатый предмет длиной в несколько метров, из одного конца которого и вырывалось смертельно опасное излучение. Именно это оружие в легендах различных народов получило отражение в виде сказочного меча, который убивал людей на расстоянии. Но, судя по всему, это было не единственное оружие, которым владела раса великанов. Немцы, искавшие на нашем севере следы древней цивилизации, сами не подозревая этого, оказались под воздействием его зловредного влияния. Изучая фотографии, сделанные фашистами во время пребывания на Кольском полуострове, Игорь Мачалов обнаружил удивительную аномалию. Несмотря на холодную погоду, немцы были одеты удивительно легко. Может, потому, что они оказались под воздействием высокочастотного излучения? На всех фотографиях немцы там вообще как на параде. Хотя климат там не менялся, было действительно холодно. Это, в принципе, доказано. Никаких аномальных потеплений там не было. Но вот что-то с ними происходило такое, что холод их почему-то не брал. Известный врач и ученый Эрнст Молдашев много лет посвятил исследованию древней расы гигантов. И на собственном примере убедился, что оружие великанов существует и продолжает действовать. Одно из мест дислокации этих устройств так называемая Долина Смерти. Она находится рядом со священной тибетской горой Кайлас. Там находится зона. Вот фокус так называемого зеркала царя смерти ямы. Царь смерти яма. Кто он? Это знают только тибетские ламы. Но это зеркало, это вот такая круглая каменная структура явно искусственного вида длиной она примерно где-то три километра. Три километра высота примерно полкилометра. Вот это вот зеркало, оно так и называется зеркало, это не зеркало, конечно, в котором мы смотримся. Вот такая вот как зеркало, оно почти отполировано и фокус выводит. В этом фокусе с любым органическим объектом происходит удивительное явление. Течение времени в нем убыстряется многократно. И вот там находится сжатое время, то есть жизнь течет очень быстро. И вы знаете, первое впечатление, когда я туда пришел, мне говорили, что если человек имеет много греха в душе, то человек сгорит. Если греха меньше, долина смерти отпускает, она как живое существо. Но действительно ли гиганты являются представителями высоко развитой расы, которые относятся к людям как к младшим братьям? Были ли они подобны Титану Прометею, который ценой собственных мучений подарил людям свет знаний? Американские исследователи Тимоти Альберино и Стив Квейл дают на этот вопрос шокирующий ответ. Гиганты не были доброй расой, сошедшей с небес. Это были очень злобные существа. Люди были их врагами. Во времена до Великого Потопа люди были просто источником пропитания для гигантов. Книга Еноха говорит нам о том, что человеческая раса вынуждена была обеспечивать гигантам средства к существованию. И когда люди больше не могли быть источником пропитания, гиганты ополчились против людей и поглотили их. Кровавые жертвоприношения ацтеков до сих пор являются одной из самых жутких страниц мировой истории. У еще живых людей вырывались внутренности и бьющиеся сердца приносились в жертву богам. Однако до сих пор остается вопросом, кем были эти боги? Средний конкистадор носил рапиру, как та, что я держу в руке. От основания рукоятки вот здесь до кончика мяча 107 сантиметров и в среднем у человека от глазницы до задней стороны черепа от 15 до 20 сантиметров. Согласно записям конкистадоров, они во многих местах на американском континенте находили гигантские черепа. У бравых испанских вояк не было с собой линейки и поэтому они использовали рапиру, которая полностью погружалась в гигантский череп. Они измеряли черепа, просто прикладывая рапиру в глазном гнезде и касаясь задней стороны черепа. Получалось 107 сантиметров. Это верно говорит о 10-метровом росте исполинов. Как поведали местные индейцы конкистадорам, останки исполинов не относились к далекой древности. По мнению аборигенов, гиганты были частыми гостями этих мест. Вплоть до прибытия на континент европейца. Согласно этой истории, гиганты приплыли с моря на лодке. Приплыло целое племя гигантов на корабле. Все они были мужчинами. Они были ростом 4,5 метра. В источнике говорится, что обычные мужчины доходили гигантам ровно до колена, потому что некоторые из гигантов были выше, чем 4,5 метра. Особенно много гигантов высадилось на территории, где сейчас находится провинция Санта-Элена, государство Эквадор. Там гиганты устроили кровавую вакханалию, занявшись истреблением местного населения. Местные были недовольны таким раскладом. Гиганты крали их женщин и насиловали их до смерти. У гигантов не было женщин. Так началось долгое противостояние местных жителей и гигантов, которые приплыли на полуостров на корабле. В летописях действительно можно найти информацию касательно домов, которые они строили, и колодцев, которые они выкапывали. Это доказывает существование гигантов во времена империи инков 16 века. Однако современные исследователи идут дальше. они считают, что гиганты посещали Америку намного раньше 16 века. И, вероятно, именно великаны создали самую жуткую традицию в истории человечества. Я считаю, что причиной жертвоприношений в Центральной и Южной Америке послужили ритуальные жертвоприношения, которые осуществлялись самими гигантами, которые жили под землей. И это все было во времена ацтеков, инков и майя. были свидетельства того, как 35 тысяч людей были убиты, и у них были вырезаны животы и отрублены головы. Один гигант мог уничтожить сотню людей. И дело даже не в физической силе. Предположительно, великаны обладали уникальным оружием, которое могло поразить целые армии. Как же людям все-таки удалось одолеть гигантов и загнать их в подземелье? Удивительно. Но на этот вопрос может ответить современная наука, которая до последнего момента не признавала существование гиганта. Что несет самую большую угрозу для человечества? Происходили ли в древности ядерные войны? Правда ли, что люди с аномальными способностями это потомки древней неизвестной нам расы и кто населяет великий подземный океан Арктики? Если вы ищете ответы на эти вопросы, эта книга для вас. Самые сенсационные материалы. В ней мы собрали последние версии, гипотезы и научные факты, которые дают шанс увидеть наш мир в самом неожиданном свете. Где хранятся запретные доказательства существования великанов? Эти зубы были в 6 раз больше, чем зубы человека. Что знали о гигантах составители Библии? Так вот, в древнееврейском языке есть такое понятие слова гиборим. То есть великаны, исполины, гиганты. Эта удивительная находка до сих пор вызывает шок у мировой общественности. Все началось в 1935 году, когда голландский антрополог Ральф фон Кёнигсвальд изучал различные диковинки в лавочках и аптеках Гонконга. В одной из таких аптек, торгующей экзотическими снадобьями, антрополог обнаружил зуб тракона. Во всяком случае, именно так называл странный объект продавец. Эти зубы были в 6 раз больше, чем зубы человека. И фактически это, собственно говоря, дал толчок к исследованию. Потом он объездил очень много аптек. Почему аптеки, потому что китайцы собирают эти, как они считают, зубы дракона, и перетирают их в порошок и готовят из них снадобья. Голландский ученый никогда не видел драконов и не знал, как устроены их зубы. Зато ему было определенно известно строение зубов человека. Выяснилось, что клыки дракона очень сильно напоминали человеческие. После этого стала развиваться гигантоидная теория. Обнаружена была масса зубов. И в 50-е годы еще один момент были обнаружены пещеры гиганта Петека, где уже захоронены были вот эти зубы и остатки челюстей. Но были ли эти гиганты разумными? Или они были всего лишь огромными человекообразными обезьянами? Современная антропология способна ответить на этот вопрос на основании всего лишь изучения найденных челюстей с останками клыков. Ну просто для клыков обезьян характерна несколько иная форма. Там образуется диастема, промежуток ну диастема это промежуток между зубами щечными и передними, так скажем. Туда вставляется клык противоположного зубного ряда. Ну как кинжал в ножны своего рода. И клыки они самозатачиваются. Они трутся друг от друга а обезьян самозатачиваются. Такое оружие своего рода которое всегда с обезьяной. В найденных гигантских останках не было и следа от самозатачивающихся резцов. Но это и понятно. У человека главное оружие не зубы и когти, а его разум. А эти гиганты безусловно были разумными. Они могли говорить. Об этом также свидетельствуют особенности костного строения. Ученые антропологи словно криминалисты на основании останков пытались разгадать что же произошло с расой гигантов. Почему она замолчала навсегда. И затем уже в пещере гиганта Питека в 56 году были найдены уже и челюсти. Эти огромные челюсти совершенно. Причем подбородочный выступ уже исчезал. То есть фактически его не было. А подбородочный выступ на нижней челюсти он говорит о развитой способности к речи. То есть таким образом это свидетельствовало о том что гиганты постепенно теряли речь социализацию. Видимо они ушли в автономное плавание. Получается что великаны начали деградировать вымирать. А окончательно их добил некий глобальный катаклизм. Что это была за катастрофа? Ответ на этот вопрос по мнению ученых нужно искать в священных рукописи. Так вот в древнееврейском языке есть такое понятие слова гиборим то есть великаны исполины гиганты значит и вот это племя было прегордым злонравным склонным к насилию к убийствам ко всякому греху и фактически настолько расплодилось по ветхозаветной версии на земле что весь мир созданный богом исполнился греха нечестия блуда причем блуда в самых извращенных формах. Согласно библейской версии чтобы покончить с бесчестными гигантами господь решил устроить на земле поток. Спастись должен был только праведник Ной рост которого не сильно отличался от обычного человеческого. Он по указанию бога стал строить ковчег то есть огромный деревянный ящик плавучий в котором он собрал тех что по божественной милости был избавлен от гибели в волнах потопа а исполины нечестивые гиганты издевались над ним говорили что он там строит и так далее и так подобное за это господь их погубил. Надо сказать что это не самый древний вариант сказания о потопе. Все подобные рассказы имеют общий сюжет гиганты гибнут в пучине если мифы и легенды описывают реальный катаклизм то причина исчезновения гигантов ясна остается необъяснимым только один факт несмотря на все усилия антрополога Ральфа фон Кёнигсвальда так и не удалось обнаружить целый скелет гиганта Питека были найдены только зубы и фрагменты челюсти чем же можно объяснить подобную аномалию а зубы это наиболее как бы твердые субстраты там эмаль твердая и собственно цемент вот этот дентин ну и так далее это все очень так сказать хорошо сохраняется гиганты вероятно в одночасье и погрузилась и погрузилась в пучину моря впрочем так же как и гиперборея схожая у них участь обе погибли одна в северном ледовитом океане другая в атлантическом и атланты и гиперборейцы были намного выше обычных людей как утверждают легенды между двумя государствами великанов началась война на уничтожение по этой причине и гиперборея и атлантида погибли в этом глобальном конфликте не было победителей но можно ли верить подобным легендам известный писатель и путешественник Вадим Бурлак лично встречался с потомками великанов атлантов эта встреча произошла при более чем драматических обстоятельствах я до сих пор не могу объяснить почему я выстрелил в рысь я очень люблю это животное и почему не знаю но я только зацепил и рысь вместо того чтобы убежать как обычно при выстреле при появлении человека она прыгнула и не перегрызла мне глотку а просто как-то сбила я с откоса покатился в общем рысь в одну сторону я в другую и ручей вот ручей меня спас потому что ледяная вода потому что от удара я потерял наверное сознание но вот этот ледяной ручей меня вывел привел себя раненый путешественник вышел на небольшое поселение где были старики и одна юная девушка по имени Ула жители называли себя особым народом Алны хотя внешне практически ничем не отличались от русских насчет великанов не было разговоров вот этот Иван который ну старший вот из этих шестерых был уже ну старик тогда мне казался а вот от Улы это единственная юная ну девочка девушка там лет двадцать ей было она эту фразу сказала что да наши предки были высокие светловолосые голубоглазые но я про себя я столько уже до этого слышал вот это вот эту фразу от народов разные и в Азии да в основном в Азии что вот наши предки были высокие там светловолосые голубоглазые что я ну про себя честно говоря ну даже не воспринял это всерьез однако вскоре Бурлак убедился все что говорят Алны не сказки а настоящая реальность при помощи трав и особых заговоров Алнам удалось буквально за несколько дней полностью вылечить путешественника то есть когда Ула мне показала мы сидели возле этой избы и вдруг вышла оленуха с олененком и какой-то жест какой-то звук я даже не понял не обратил внимания ну думал сейчас они убегут олени и вдруг оленуха и олененок подошли к Уле она тоже встала подошла к ним то есть и что-то она шептала там значит и потом говорит ну подошла вернулась ко мне оленуха медленно ушла олененок она говорит ну все олененок будет жив здоров все нормально я говорю это что вы приручаете она говорит да нет это дикий я говорю как а как это не убежали как это ты смогла подозвать говорит ну вот мы владеем этим алны каким-то образом могли воздействовать на животных но откуда у них такие способности и кто были их предки исполины недавно один из исследователей истории гигантов американец кори гуд выступил с сенсационным заявлением как утверждал исследователь он получил доступ к секретной информации в антарктиде и приполярных областях граничных граничных с северным полюсом обнаружены так называемые стазисные камеры в которых находятся люди-гиганты огромных размеров стазисные камеры это такое энергетическое состояние в котором все физиологические процессы остановлены заморожены и он утверждает что об этих стазисных камерах известны очень давно правительством еще с времен Авраама Линкольна якобы изменение климата может привести к тому что оборудование поддерживающее жизнедеятельность гигантов выйдет из строя и великаны проснутся что случится с человечеством в этом случае зависит от многих факторов и прежде всего нужно ответить на вопрос кто и зачем усыпил на тысячелетия гигантов пока это остается самой большой тайной даже само существование которой скрывают от человечества а на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным не обижайтесь у нас нет задачи вас ввести в заблуждение мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам которые пока считаются незабываемыми сегодня я с вами прощаюсь но встретимся мы с вами уже завтра в программе самые шокирующие гипотезы как всегда в 18.00